МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шел 1867 год. Сэр Чарльз Орн, молодой капитан инженерных войск Ее Величества, королевы Великобритании Виктории, получает предназначение отправиться в Египетскую Палестину для изучения системы водопроводного снабжения Иерусалима. Во всяком случае, такова была официальная версия его командировки на Ближний Восток. На самом деле, сэр Чарльз преследует совсем другие цели. Приняв членство так называемого Палестинского исследовательского фонда, организации, подчиняющейся масонскому ордену, капитана Уоррена интересует таинственный лабиринт, ведущий глубоко под Иерусалим. Там, по мнению исследователя, находится некий сакральный центр, где могут быть сконцентрированы древние знания. И, конечно же, Чарльз жаждет разгадать судьбу сокровищ Соломона. Легенда о несметных богатствах третьего израильского царя была сложена еще в годы его правления, то есть в первом тысячелетии до нашей эры. Но никто с тех пор так и не смог их обнаружить. Однако Уоррен был полон решимости. Он проникает через водопроводные коммуникации под Иерусалимом, но вместо сокровищ находит там полный загадок подземный город. Точно неизвестно, кем и когда был основан Иерусалим. Историки предполагают, что городу не менее 30 веков. Примерно за тысячу лет до Рождества Христова Иерусалим захватил царь Давид и провозгласил его столицей Иудеи. После Давида правил Соломон. А в 586 году до нашей эры город захватил, а позже сжег и стер с лица земли вавилонский правитель Навуходоносор. Еще спустя 70 лет город вновь начал возрождаться, а его храмы восстанавливаться. Свой след здесь оставили египтяне, македонцы, римляне, мусульмане, крестоносцы, турки. На протяжении веков Иерусалим много раз разрушался и строился заново. Те, кто его вновь покорял, почитали святыми одни и те же места, одних и тех же богов. При этом захватчики сносили до основания творения рук предшественников, чтобы на их фундаменте воздвигнуть свои храмы. Что не подвергалось разрушению, так это пещеры, над которыми вырастали новые культовые сооружения. Поэтому тайны древнего Иерусалима хранятся глубоко под землей. Надземный Иерусалим, так скажем, он уже несет в себе такой заряд загадочности и мистики, и такой по-хорошему религиозной какой-то истории, полный тайн, что, казалось бы, нет нужды опускаться под землю. Но, тем не менее, если мы это сделаем, то окажемся в еще более интересном мире, на котором многие туристы, которые и просто любопытствующие, которые оказываются в этом уголке мира, просто не догадывались никогда. Достоверно известно, что мать римского императора Константина I, легендарная Елена Равноапостольная, она же Елена Святая, приказала поставить три христианские церкви в Иерусалиме как раз над некими искусственно сооруженными пещерами. Стройка развернулась спустя 300 с лишним лет после Рождества Христова. Как раз в то время дочь римского императора отправилась в качестве паломника в Святой Город. Некоторые источники утверждают, что, прибыв в Иерусалим, она развернула в городе бурную деятельность и даже установила там свое правление. Археологами доказано, что на местах христианских церквей, сооруженных по приказу Елены, прежде располагались римские языческие храмы. Именно над теми загадочными пещерами. Вне всякого сомнения, римляне знали о каких-то сокровенных тайнах подземелья, над которыми возводили свои культовые сооружения. Знала об этих тайнах и святая Елена. Подземелье – это прародительница лабиринтов и пирамид. И люди, все абсолютно племена, даже те, которые существуют сейчас на Земле, которые существуют в тех местах на Земле, где, казалось бы, нет гор, нет пещер, все равно у всех есть предания, легенды о подземельях. Потому что все человечество прошло школу подземелья. Позже исследователи выяснили, Елена Равноапостольная распорядилась построить христианские церкви над теми пещерами, которые упоминались в Библии. То есть, где родился Иисус, где Он проповедовал и где был погребен после казни. В доисторические времена катакомбы считались самым доступным жильем и вполне сносным убежищем. Когда Мария, мать будущего Иисуса, и ее муж Иосиф прибыли в пригород Иерусалима в Вифлеем, то единственным местом, где можно было остановиться на ночлег, оказалась пещера, используемая для загона скота. В ней и появился на свет Мессия. И над этим местом Елена Святая воздвигла базилику Рождества Христова. Вторая пещера была вырублена в скалах. Именно в ней была предана земле, снятая с креста окровавленная и истерзанная римскими солдатами тела Иисуса. Над этим местом соорудили храм гроба Господня. Третья пещера, над которой сначала был римский храм, а потом возведенная Еленой церковь страданий Господних, находилась рядом с Гефсиманским садом. В этом подземном убежище в ночь перед арестом Иисус молился всю ночь, стоя на камне, в то время как апостолы спали. Здесь его поцеловал Иуда Искариот, накануне предав учителя солдатам Понтия Пилата. Эти три библейские пещеры – лишь небольшой фрагмент из огромной тайны подземелий Иерусалима. По сути, весь город насквозь пронизан секретными ходами, лабиринтами и гротами. Многие до сих пор настолько окутаны загадками, что вызывают у исследователей неоднозначные суждения об их происхождении и предназначении. Есть предание о том, что до главной, самой глубокой пещеры люди еще не добрались и пока в ближайшие годы не доберутся. С чем это связано? Оказывается, там на какой-то большой глубине находится сакральный лабиринт. Лабиринт времени, где концентрируется и время, и пространство, и энергия. Святые люди еще языческих времен, естественно, там 3-5 тысяч лет назад, они знали, как спуститься в эту самую главную подземную пещеру под Иерусалимом. Не тот ли лабиринт в 1867 году отправился искать сэр Чарль Суорен, капитан британских инженерных войск? До сих пор его миссия вызывает массу вопросов. Иерусалим, как и вся египетская Палестина, в ту эпоху находилась под юрисдикцией Османской империи. В связи с этим Уоррен был обязан запросить у местных властей разрешение на исследование подземных коммуникаций. Изучив запрос английского подданного, османские власти разрешение на работы выдали, но заранее говорили формат исследования. Проводить раскопки предписывалось только за городской стеной и не ближе, чем в 15 метрах от Храмовой горы. Это вполне устроило Уоррена. Выполняя заявленные в декларации работы, он занялся исследованием системы коммуникаций, которые вели к легендарному источнику воды Гихон. Для этого сэру Чарльзу надо было проникнуть в тоннель, который выводил стоки в села Амский пруд. Но этот путь оказался забит мусором, грязью и обломками камней. Уоррен медленно продвигался вглубь и в какой-то момент увидел, что у подземного коридора есть ответвление, в котором не оказалось потолка. Исследователь попал на дно вертикальной шахты. Несмотря на большую опасность, ему удалось проникнуть в помещение, от которого расходились в стороны еще два подземных коридора. Один оказался завален грунтом, а второй шел наверх с углом подъема почти 45 градусов. Преодолев этот лаз, Уоррен попал в грот с низким потолком. Далее начинался еще один подъем, но выход из него был замурован. Для исследователя это стало неприятным сюрпризом. Он никак не мог понять, кто это мог сделать. И самое главное, зачем. Еще в Средневековье, и мы знаем, что Египет был одной из провинций Османской империи, и как раз при султане Сулеймане, знаменитом в середине, в начале 16 века, Сулейман, лично проинспектировав Иерусалим, приказал замуровать все известные пещеры, и до 19 века они в таком замурованном виде и находились. Расконсервированы они далеко не все сейчас. Несмотря на препятствия, Уоррен не остановился. Тщательно изучая пройденный путь, он сделал предположение, что обнаруженная вертикальная шахта была предназначена для забора воды из источника Гихон. Эта вода шла самотеком по подземному каналу. Такая система водоснабжения создавалась для обеспечения жизнеспособности города, например, на время осады. Кроме этого, исследователь разобрался в предназначении того уровня, который он не без труда прошел. Убежище. Подгородом находится сеть пещер или катакомб, в которых можно разместить либо большое количество людей, либо большое количество каких-то запасов, там, еды, провизии или еще чего-то. То есть возможно, что все эти пещеры созданы для того, чтобы укрыться от какой-либо катастрофы, либо события. Это было важное открытие. Но самое главное, сэр Чарльз убедился, что древний Иерусалим находился за пределами старого города. То есть он мог спокойно двигаться по подземным лабиринтам к центру Нового Иерусалима, не обращая внимания на запреты властей работать только за городскими стенами. Шансы найти ту самую сакральную пещеру и место, где спрятаны сокровища царя Соломона, у британского капитана инженерных войск многократно увеличивались. Однако исследователь, проникая все глубже в тоннели подземного города, начал терять ориентацию во времени и пространстве, что в конечном итоге стало сказываться на его физическом и психическом здоровье. Дело в том, что когда мы спускаемся под землю, там по-другому происходит хронологический процесс восприятия реальности. То есть тот, кто остается наружу, думает, что, допустим, прошло там час, а в пещере кажется, что прошло два часа. То есть такое море. Или наоборот. То есть, естественно, в подземных коммуникациях возможно разного рода, так сказать, искажения пространства временного восприятия. В 1870 году Уоррен внезапно заболел и был вынужден прервать свое изучение подземных лабиринтов Иерусалима. Он покинул Палестину и вернулся в Лондон. Но накануне отъезда сэр Чарльз решил напоследок попробовать пробраться поглубже в один из подземных ходов. Интуиция подсказывала ему. Этот коридор обязательно должен привести его к той самой заветной пещере. Исследователь прошел достаточно много, но вдруг у него закружилась голова. Он вернулся к выходу, и неожиданно пламя факела высветило на стене той самой дальней пещере, куда ему удалось забраться, загадочный рисунок. Там был изображен странное существо, полузверь, получеловек, то ли немного напоминающий пегаса, немного кентавра, в целом подходящий не под одно из определений древнегреческих таких мифических существ легендарных. Тем не менее, это был какой-то зверь, как выяснилось потом. Зверь-талисман, зверь-охранник тех людей, которые там жили, но когда жили, до сих пор не представляется возможным вывести. То есть это было где-то первое, второе, может быть, даже тысячелетие до нашей эры. Уоррен умудрился вырезать этот рисунок прямо из стены. Затем тайно вывез его из страны. Загадочный артефакт долго находился в Палестинском фонде, после чего ценнейший экспонат был отправлен в Британский музей. В Палестину сэр Чарльз Уоррен больше не вернулся. Началась англо-бурская война в Южной Африке, и капитаны инженерных войск отправили к театру боевых действий. В это время, а точнее в 1880 году, несколько иерусалимских детей случайно забрались в один из старых тоннелей в центре города. Вход в него оказался незамурован, и поэтому подростки беспрепятственно проникли в подземелье. Оказавшись в каменном лабиринте, они увидели недалеко от входа на стене табличку с выбитой на иврите надписью. Надпись гласила, что две группы каменотесов с перечислением имен каждого из рабочих пробивали данный тоннель. Датирована табличка была седьмым столетием до Рождества Христова. То есть строительство подземных коммуникаций велось в ожидании захвата города ассирийскими войсками в 722 году до нашей эры. Дети, обнаружившие эту табличку в тоннеле, попытались ее отодрать от стены. Но бесценный артефакт разбился на несколько частей. К счастью, осколки удалось собрать, сделать слепок и прочитать эту историческую надпись. Этот инцидент послужил основанием для возобновления исследований пещер Иерусалима. В самом начале 20 века финский историк Уильям Ювеллиус высказал предположение, что Чарльз Уоррен совсем немного не дошел до заветной цели, то есть до бесценного клада Соломона. Сами же богатства третьего иудейского царя спрятаны в пещере под Храмовой горой. Обнаруженные Уорреном вертикальные шахты это и есть тайный ход в сокровищницу. Но вряд ли туда будет возможно пробраться простому смертному. Во-первых, место это находится на очень большой глубине. А во-вторых, обладает некой таинственной силой, препятствующей проникновению вовнутрь. Это место, где концентрируются разного рода электромагнитные потоки Земли, всей Земли, то есть входящие в единую сетку. Такими местами это пирамида в Гизе, это у нас Бермудский треугольник, ну и много других мест, в принципе, все о них знают. Вот, Терресалим попадает в одно из таких мест силы. В 1908 году уже другой британский офицер по имени Монтегью Паркер собрал 20 тысяч фунтов стерлингов и снарядил в Палестину свою собственную экспедицию по поиску сакрального подземного центра и сокровищ Соломона. Паркер начал обследовать шахты, идя по следу еще одного охотника за тайными подземелья Иерусалима американского археолога Джеймса Барклая. В 1854 году Барклай прибыл в Иерусалим как христианский миссионер и однажды, прогуливаясь за стенами старого города, неожиданно потерял из вида свою собаку. Пес шел рядом и вдруг исчез. Тут Барклай услышал лай. Он раздавался из-под земли. Миссионер бросился спасать собаку и наткнулся на вход в некую пещеру. Самое удивительное, что никто даже не догадывался о ее существовании. Американец был обескуражен своим открытием. Он решил в этот день не предпринимать никаких шагов, а на следующий день, взяв своих двух взрослых сыновей, переодел их и сам переоделся в арабскую одежду, отправился исследовать эту пещеру. И каково же было его изумление, когда он обнаружил сначала один зал, потом другой, потом какие-то анфилады, какие-то непонятные повороты. Исторических сведений о пещере очень мало. Но зато она окутана множеством легенд. Одна из них связана с последним царем Иудеи Сидекией. В июле 586 года до нашей эры Навуха-де-Носар захватил Иерусалим. Чтобы спастись от беспощадной расправы вавилонского царя, Сидекия со своими сыновьями спустился по тайному ходу в эту пещеру и попытался по подземным лабиринтам бежать в Иерихон. Однако воины Навуха-де-Носара последовали за беглецами и схватили их. Царя пленили, а его сыновей убили. При этом возникает весьма существенный вопрос. От Иерусалима до Иерихона по прямой почти 25 километров. Неужели иудеи смогли прорыть под землей такой длинный тоннель? Специалисты в сфере горнопроходческих технологий заявляют, что в ту эпоху подобное предприятие было невозможно. Тем не менее, различные древние источники, в том числе Священное Писание, утверждают, что подземелья Иерусалима были связаны тайными ходами и с более далекими от города местами. Даже была такая версия, что подземелья Иерусалима, они связаны проходами подземными с горой, с подземельями Кармель. Хотя, в общем, это вызывает недоумение, потому что от Иерусалима до горы Кармель примерно 115-120 километров. Все равно наиболее упоминаемые в Библии вот эти подземелья, это как раз горы Кармель. Однако вернемся к Монтегью Паркеру и его изучению той самой пещеры, открытой еще в середине 19 века американским миссионером Барклаем. Почему именно это подземелье заинтересовало британца? Можно предположить, что Паркер знал что-то гораздо большее, чем его предшественник. Но что? Кроме легенд об этом подземелье, никаких других источников информации у него не было. Почти четыре года неутомимый британец пробирался все глубже под город, пытаясь разобраться в хитросплетениях лабиринтов. Но в один момент произошла какая-то нештатная ситуация. Неожиданная экспедиция Паркера побросала в подземелье все свое снаряжение и немедленно покинула Иерусалим и Палестину. Что стало причиной такого неожиданного завершения раскопок, непонятно. Может быть, Паркеру удалось что-то такое обнаружить. Но это что-то сильно напугало его. Или предупредило о неминуемой гибели в случае дальнейших попыток разгадать тайну пещеры, на которую наткнулась экспедиция. Паркера – это место, где возможно хранятся величайшие сокровища израильского иудейского государства, которые до сих пор считаются легендарными и которые не могут найти. Ценности, которые римляне награбили в своей провинции иудеи как раз во времена, когда был казнен Иисус на рубеже тысячелетий нашего и до нашего времени. И что эти же ценности, как известно, исчезли и до сих пор не найдены. Обнаруженную Барклаем пещеру позже нарекли пещерой Сидекия. Но у нее, как оказалось, есть еще одно название – каменоломня царя Соломона. И действительно, в канонической еврейской Библии, именуемой книгой царей, есть упоминание о том, что именно из этой пещеры во время царствования Соломона добывался строительный материал для постройки первого храма в Иерусалиме, названного позже именем самого царя. Над возведением святыни трудились 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч камнетесов. Есть предположение, что именно в этом храме был поставлен на хранение легендарный ковчег Завета. Но потом этот ковчег исчез. Вполне возможно, что священную и таинственную реликвию перепрятали как раз в эти самые каменоломни, то есть в пещеру Сидекия. Правда, одна из легенд гласит, что ковчег был украден принцем Менеликом, внебрачным сыном Соломона и царицы Савской, и вывезен из Иерусалима. Но куда? То есть по одной из версий, ну, известно, что якобы хранится то ли на горе небо в Иордании, то ли в Аксуме в Эфиопии, но до сих пор ни там, ни там следов его не было найдено. Здесь его еще, как следует, не искали. Более полутора веков неутомимые исследователи и охотники за библейскими тайнами и сокровищами иудейских царей пытаются проникнуть в подземелье Иерусалима. Однако катакомбы священного города не спешат раскрывать свои секреты. Но археологи и историки не собираются сдаваться. Раскопки продолжаются. И вполне возможно, что в самое ближайшее время мы станем свидетелями поистине сенсационных открытий, которые заставят нас пересмотреть всю историю человеческого бытия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова